Тернистый путь мужества на базе Ивановского автотранспортного колледжа прошли областные соревнования по спортивно-тактической подготовке. Студенты, участники патриотических клубов, съехались со всего региона, чтобы показать свое мастерство на полосе препятствий. В общем-то, эти соревнования должны показать коллективность действий. Это потребуется и в тех профессиях, в специальностях, которые они постигают в наших колледжах. Но это, безусловно, потребуется во время службы вооруженных силах Российской Федерации. Команды выступают довольно слаженно, показывают неплохие результаты. Всего в состязаниях приняли участие 26 команд. Есть и женские сборные, причем девушки проходят дистанцию ничуть не хуже молодых людей. В каждой группе по 5 человек. Всего 6 этапов. И они не самые простые. Ребята сегодня показывают свою ловкость, силу и выносливость на этапах. Этапы максимально приближены к боевым для тех условий, которые нам сейчас позволяют. То есть здесь они показывают сборку-разборку оружия, переползание под препятствиями, преодоление условной водной преграды, переноску раненого, метание гранаты, стрельбу из пневматического оружия. Время прохождения дистанции измеряют вплоть до секунды. Здесь важна сплоченность команды. Если кто-то из группы запаздывает, товарищи ждут. Рекорды пока у самых опытных, сработавшихся команд, которые участвуют в подобных соревнованиях, не первый год. Самое лучшее время прохождения площадки – 5 минут. Среднее – 7-8. Мы прошли плохо. Время было почти 8 минут, 7 с половиной. Я ко всем этапам был подготовлен. Наши ребята участвуют тоже впервые. Больше застряли на разборке-сборке автомата. Девушки справились немного быстрее. Уложились в 7 минут. Судьи шутят. Это благодаря аккуратности. Ведь дистанцию нужно пройти не только быстро, но и качественно. Достаточно не попасть гранатой в условный квадрат или задеть рукой препятствия. И ко времени могут добавить штрафные секунды. Соревнования проходили очень интересно и захватывающе. Во-первых, это на улице проходило, что для нас это впервые вообще. И самый сложный этап – ползать под преградой. Если самый сложный этап – преодоление преграды, то самая непредсказуемая – стрельба. Участникам после стремительного забега нужно сосредоточиться на мишени и попасть в цель. Дает всего 5 попыток. Сложно в том, что после того, как ты прибежал, сложно дышаться и мишень плавает перед глазами. Но сложности этих ребят только закаляют. По словам организаторов, участников с каждым годом все больше, а их результаты лучше. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.